Должить обсуждать прямо сейчас ситуацию на Украине с Валерием Калнышем, главным редактором издания «Коммерсант Украина». Валерий, насколько я понимаю, вы снова с нами на прямой связи. Здравствуйте еще раз. Да, еще раз добрый день. Да, ну собственно, Валерий, давайте продолжим наш разговор. Вопрос, наверное, главный сейчас должен звучать так. Вот учитывая, что Верховный Совет Крыма уже принял решение о вхождении в состав России. С вашей точки зрения, может ли быть какая-то неожиданность на референдуме и может ли население проголосовать против? Или, в общем, вопрос уже решенный и референдум будет, что называется, для галочки? Для меня, честно говоря, вот я посмотрел вот за то время, пока меня не было в эфире, на, собственно говоря, текст постановления крымского парламента, он вызвал во мне некоторую растерянность. Дело в том, что первый пункт этого постановления гласит войти в состав Российской Федерации. А второй пункт назначить референдум на 16 марта, в рамках которого задать вопрос вызова соединения Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации. То есть, таким образом, получается, что депутаты Верховного Совета Крыма подменили с собой полностью решение крымского народа. Потому что они сначала принимают решение о присоединении, а потом только спрашивают у народа, хочет ли этого народ или нет. Поэтому с юридической точки зрения это несколько безграмотно, мне так кажется. Я уже не говорю о том, что это абсолютно не законно с точки зрения крымской конституции, конституции Украины, где написано, что Крым является неотъемлемой частью Украины. Поэтому, если все будет проведено так, как должно пройти, ну, допускаем, проходит референдум, у меня прежде всего возникает вопрос, за какие средства. Второй вопрос. В Украине отсутствует, и в Крыму, даже если рассматривать его как субъект самостоятельный, отсутствует закон о референдумах. Не сформированы комиссии, не разработаны бюллетени, не созданы участки, где будет проходить голосование. То есть этого ничего нет, и за 10 дней крымские власти хотят провести судьбоносный исторический по своему значению референдум, который, я более чем уверен, не будет признан ни в Украине, ну, это, по-моему, очевидно, ни на Западе. Поэтому для чего это делается? Я думаю, что, если возвратиться к вашему вопросу, да, наверняка это делается для галочки. И само решение, и сам референдум. Скажите, пожалуйста, Валерий, вот у нас тут срочная новость пришла на ленту информационных агентств. А БСЕ может направить своих наблюдателей на проведение референдума в Крыму, только если будет приглашение от Украины, заявил председатель главы ОБСЕ Тим Гульдиман. Ну, собственно, одно из свидетельств о том, что референдум, ну, по крайней мере, будет оспорен, наверное, там, сам факт его проведения и детали. И вот вам не кажется, что вот это решение сейчас, и вообще эта новость, это может быть, ну, просто такой блеф, учитывая все объективные проблемы, о которым вы говорили. И сейчас вот этим решением, ну, скажем так, Крым или Россия, мы понимаем, что, конечно, Россия так или иначе за этим решением стоит, будет просто шантажировать в переговорах своих партнеров, ну, или, правильнее, наверное, сказать, оппонентов. Не знаю, может быть. Что касается ОБСЕ, я думаю, в появлении западных наблюдателей заинтересованы, наверное, все. Россия для того, чтобы понять и убедиться, ну, я следую, собственно говоря, исходя из заявлений вашего президента, что нужны факты, которые подтверждают, скажем, тезисы Совета Федерации, разрешившего войск, ввод войск в Украину. Хорошо, пусть приезжают западные наблюдатели, пусть приезжают российские наблюдатели, пусть смотрят. Поэтому, я думаю, за приглашением с украинской стороны, направленной ОБСЕ, в общем, оно появится достаточно быстро. Сегодня, я более чем уверен, появятся еще какие-то решения на встрече лидеров Евросоюза, стран Евросоюза, вот, в Брюсселе, там, где находится премьер-министр Лиценюк. Появится там решение. Утром уже стало известно о том, что Евролекс, полицейская надзорная такая структура в Евросоюзе, заморозила счета 18 человек во главе с Виктором Януковичем. Поэтому все продвигается так, как оно должно продвигаться. Люди должны знать, что здесь происходит. Окей, приезжают наблюдатели, смотрят, оценивают. То, что произошло вчера с представителем ООН, это, конечно, верхней тактичности, когда в Симферополе заблокировали его машину и вынудили, пророссийские настроенные граждане, вынудили его покинуть страну. И покинуть, в данном случае, Крым. Да, они там наставили на том, что он должен уехать в аэропорт. Он уехал в аэропорт. Поэтому, мне кажется, крымские власти несколько не настроены на то, чтобы мир узнал объективную картину происходящего на полуострове. Скажите, пожалуйста, Валерий, не допускаете ли вы, что сегодняшнее решение Крыма, еще раз говорю, ну, понятно, принято так или иначе в консультациях с Россией, наверное, это, ну, такой, если угодно, зеркальный ответ на законопроект, который поступил в Украинскую Раду о вступлении Украины в НАТО. Ну, скажем так, о возможном вступлении Украины в НАТО. И вот здесь Россия, опять-таки, таким образом Украину шантажирует. Если в НАТО, то без Крыма. Ну, я думаю, если рассматривать это как зеркальный ответ, то он абсолютно неадекватный. Потому что сам законопроект, это законопроект. Его подготовила подкевщина, и можно быть уверенным, что, скажем, даже самая партия регионов или коммунисты в Верховной Раде, они, скорее всего, его заблокируют. Потому что это вообще не соответствует никак ни их взглядам, ни их идеологической направленности. Поэтому они будут против. И будут против, потому что против, прежде всего, 10 избирателей на востоке страны. А в данном случае Крым принимает уже окончательное, бесповоротное решение о присоединении к Российской Федерации. Поэтому ответ неадекватный. Если воспринимается как шантаж, может быть. Может быть. Но мне почему-то кажется, что новая крымская власть несколько потеряла связь с реальностью, с действительностью. Если они думают, что таким образом они пытаются заблокировать какой-то один из сотен документов в парламенте, ну, мне кажется, это несколько странно. Валерий, я вот уточню вашу мысль. Как вам кажется, насколько самостоятельным было это решение крымских властей? Насколько здесь уместно говорить о том, что это их самостоятельное решение? Я думаю, что все, что происходит в Крыму последние недели, это не самостоятельное решение. Это, смотрите, само по себе это решение не могло появиться. Оно имеет некоторую внешнюю подпитку. Скажем, премьер-министр Могилев, премьер-министр Крыма, который там был, никогда за все время присутствия на посту, а он, если не ошибаюсь, был все четыре года, пока у власти был Виктор Минопович, даже не пытался поднимать тему отделения Крыма или автономии Крыма именно как самостоятельной международной единицей. Поэтому, я думаю, подпитка была извне. Потому что задуматься сами крымчане до такого, при всем моем к ним уважении, действительно, это такие же украинцы, как и я. Но мне кажется, что кто-то на них повлиял. Валерий, допускаете ли вы ситуацию, ну, можете ли вы ее себе просто представить, да, в которой население Крыма, там, по тем или иным причинам проголосует против этого решения? И в итоге получится, ну, собственно, такая ситуация торжества демократии, например, которой можно будет, ну, в общем, хвастаться и ставить, например, что вот смотрите, жители Крыма, хоть мы проголосовали парламентарии за, проголосовали против. Или это такая ненаучная фантастика? Я думаю, это все-таки научная фантастика. Я думаю, что если этот вопрос все-таки дойдет до своего документального оформления, и люди придут на участки, даже если они проголосуют против, я думаю, результаты подкрутят таким образом, чтобы выглядело, как проголосуют за. Но в данном случае, я думаю, учитывая то, что происходит в Крыму, та информационная кампания антиукраинская, которая происходит в Крыму, она уже склонила чашу весов в сторону тех, кто готов, даже не думая о последствиях, о легитимности такого решения, проголосовать за отделение Крыма от Украины при соединении к России. Большое спасибо. С нами на прямой связи был Валерий Кавныш, главный редактор издания «Коммерсант Украина». Говорили о решении крымских властей. Во-первых, объявить референдум о вхождении в состав России. Во-вторых, ну, собственно, о решении крымского парламента, принять решение войти в состав России. Как бы абстрактно и противоречиво не звучали эти формулировки, они напрямую соответствуют действительности. Ну, вот еще одна срочная новость.